У вас есть животное? Вы его любите? Ну, я как бы знаю, что для меня долга жива, но у меня просто ребенок видит. Вот это кровь. Кровь? Да, я вам говорю, почему я спрашивала в этом детстве, что животное бывает, что как бы не очень было приятно, но с одной стороны, я как бы, я понимаю, что для меня ребенок будет приятно. Послушайте, пожалуйста, ребенок не хороший. Вот собачка, она хорошая? Очень. Кошечка хорошая? Очень. С этой точки зрения все нормально. Мы любим животных, это хорошо. Собачка хорошая, кошечка хорошая. Теперь, что я получаю по отношению к собачке? Создание собачки. А? Создание собачки. Гав, гав. И это говорят, к чему бы человек не был привязан в этой жизни, в следующей жизни он достигает этой природы. В Шимаба в этом бедах переводится пример, когда святой человек в конце жизни спас оверенка и очень сильно привязался к нему. В следующей жизни он родился оленем, хоть осознавал свою прошлую жизнь. В результате он полетение оленем совершал остезок, и в следующей жизни он опять родился человеком. Как вам нравится? Поэтому веды говорят, любите животных на расстоянии. Зачем с ними спать? С одной кровати. Вы же привязываетесь к ним. Он хрюкать начнет быть хреном. Зачем? Любовь должна быть правильной. Вы зачем собачке-то держите? Не для того, чтобы помочь собачке развиваться. Как собачка может развиваться? Только служа человеку. Поэтому так природа устроила специально, чтобы она развивалась. Она для жизни человека охраняет дом. По факту домашние животные это уже развитые формы жизни. Это еще солнце сновидений, но уже пробуждающиеся сознания. Это самое близкое к человеку сознание домашние животные. Поэтому веды говорят, домашних животных есть нельзя. Это опасно для человеческой судьбы, потому что у них самое развитое сознание. Нельзя их собачьих, кошек, коров есть, коз. Потому что они человеку служат, все эти животные. Если ты уж хочешь мясо, ешь диких животных мясо. Задумывается. Слушайте, а к кому привязаться, чтобы в следующей жизни более высокий уровень? Я поклоняюсь вашему вопросу. Я поклоняюсь вашему вопросу. Нет, только этот пока вопрос. Вопрос к кому привязаться, чтобы очистить свое существование. Нужно привязаться к святому человеку. Больше всех на свете. Привязаться так, чтобы сердце горело ей всю жизнь. Вы знаете, смотрите, ситуация такая. Привязаться к кошечке очень легко. Я бы ее поместил, так как она зависит от нас. Она поэтому нам муау, мяуу, гауу, гаууу. То есть, они нам прислуживают для того, чтобы мы их кормили. Для того, чтобы мы давали им тепло. И они готовы нам всю свою жизнь отдать за это. И мы такие наивные думаем, вот это и есть настоящая любовь. Начинаем с этими кошечками дружить, а у них очень эгоистическое сознание. И на нас плевать на самом деле. Главное, что кто-то их кормит. И мы перенимаем опять это сознание. С кем бы человек любовное отношение не строил, такого сознания он достигает. Вы скажете, Олег Геннадьевич, но это жестокость. Нет, не жестокость. У собачки есть свое место. Займите ее служение человеку, но не надо наслаждать ей свои чувства. Пускай она разглядит на всех, пускай она там служит человеку. Не надо наслаждать свои чувства ей. Не надо подходить ей, не надо этого делать. Лучше наслаждайте свои чувства общением со святым человеком. Читайте о его жизни, молитесь ему, кланитесь ему. И говорите, какой я глупый. Я хочу быть таким же, как ты, чистым и светлым. Я хочу, чтобы совесть у меня когда-нибудь появилась. А я по факту даже не знаю, что это такое. Но когда человек начинает со святым человеком общаться, он узнает, что такое совесть. Я вам рассказываю про себя сейчас. Не то, чтобы я сильно узнал, но вот когда я контактирую со своим наставником, духовным учителем, у меня в сердце появляется чистота и чувство необыкновенной любви, которым он живет. Я чувствую, какой он чистый, какой он светлый, что у него чистая жизнь. Он направил свою жизнь только для других людей. Но вообще о себе не думает. Я думаю, Господи, какой хороший человек. Я хочу быть таким. Я хочу быть таким. И когда я так думаю, у меня отваливаются все. Жадность, желания какие-то корыстные, какие-то планы на жизнь. Там мне надо то, сё сделать. И появляется только одно – любить, отдавать эту любовь. И это светлое чувство передается близким. Они тоже так выстраиваются. Даже кошечки настраиваются так же. По факту. Хорошо. А где мне взять такую песню? И о любви, и о судьбе. Моя хорошая, я так рад за ваш вопрос. Не взять такого учителя духовного. А нигде не взять. Потому что дается он как награда человеку. Как награда. Понимаете? Вот я вам сейчас скажу вот это духовный учителем. Чего вы пойдете к нему предаваться? Я скажу, не ею. Вот это неверие означает, что вы не готовы. У вас сердце внутри полно грязи. И вот если я сейчас спрошу, допустим, в зале. А есть в Днепропетровске святые люди? Вот что-то скажут. Нет. А я вам скажу, что есть. Просто вы не можете их увидеть. Почему? Потому что глаза у нас смотрят только на недостатки. Они не смотрят на чистоту. Мы не изучаем, что такое чистота. И для того, чтобы получить духовный учителем, даже просто наставника в жизни. Смотрите, есть в Священных Писаниях такой эпизод, когда один человек, его спросили, почему ты стал таким возвышенным? Кто тебя научил? И он начал перечислять своих наставников. Он сказал, берега меня научила терпению. Собака меня научила верности. Он видел качество Бога в разных даже проявлениях в жизни. Представляете? Человек учится у всех. А мы даже близкого человека не слушаем. Он каждый день нам говорит, слушай, ну ты и с ней я вообще, а? Ну как ты себя ведешь? И мы не слышим эти слова. Даже близкий человек нас наставляет. И мы не хотим это слышать. Чего же говорить про наставника? Наставника ведь будет наставлять серьезнее. Он про всю жизнь скажет. А мы готовы менять свою жизнь? Нет. Нет. Поэтому Бог не дает. Но все хорошо. Не то, что понимаете, вот этот путь, который я сейчас сказал, он неправильный. Вот так, такой наставник, знаете, он выглядит такой суровый, такой, меняй свою жизнь прямо сейчас. Нет, это не путь. Настоящий наставник, он соткан из любви. И он ничего человека не требует менять. Он знает, что сладкий вкус высшего счастья всегда меняет сам человек. Сам. И он смотрит лекция, никогда людям не говорил, что надо медленно бросить мясо. Знаете, какая статистика? Сейчас поднимем, увидим статистику. Поднимите руку. Кто из вас, слушая лекции, уже бросил есть мясо? Смотрите, за. Видите? Уже бросили. А кто из вас сократил прием мясо? Ну, видите. А кто еще не знает о том, что надо бросить из мясо? Скоро узнает. Теперь у меня вопрос. А кто из вас, теперь слушайте дальше, это очень важно. Это даст вам надежду в жизни. Вы поймете, что жизнь, она прекрасная вещь. Смотрите, кто из вас бросил без усилий? Поднимите руку. Эти люди бросили с помощью знания. Кто из вас бросил курить без усилий? Поднимите руку. Эти люди с помощью знания бросили. Кто бросил пить без усилий? Эти люди с помощью знания бросили. Они не напрягались, не напрягались для того, чтобы бросить пить. Они просто сладкий вкус чистой жизни почувствовали. И вот эта вся грязь, она стала и чуждо просто, и все. Для того, чтобы что-то просить, для этого надо почувствовать сладость того, что чисто. И тогда само просится. Пытайтесь это понять. Жизнь чистая не означает аскеза. На самом деле, у меня нет аскез в жизни, я счастлив. Я живу спокойно без всяких аскез. Ну, говорит Олег Геннадьевич, без мяса, так невозможно жить и так. Никакой аскезы. Это такая сладкая жизнь. И представить себе не может. Никакой аскез. Быть верным в своей жизни, это никакая не аскеза. Потому что отношения углубляются, они становятся возвышенными. Никакая не аскеза. Отношения становятся нормальными. Нормальными. Вот смотрите. Даже не будем говорить об отношениях с Богом. Просто нормальные отношения с близким человеком, что человеку дают. Слушайте меня внимательно. Песни. Песни они передают любовь и с любовью знания. Я говорю сразу, слушайте меня. Знания о верных отношениях между мужем и женой. Сейчас вы получите. Но это недостижимо для нас сейчас. Потому что у нас нет Бога в сердце. Без Бога верности не бывает. Потому что нет совести без Бога. Слушайте песню. Песня. 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 Он вспоминает свою жену, которая с ребенком сидит, не спит. И она темной ночью дает ему силу жить. И он знает, что потому что она верит ему, он не погибнет. Это называется семейное отношение. Благости. У вас есть такие отношения? Нет. У вас есть. Хорошо. Только вы не гордитесь, что он руку так пыли. Истаньтесь. Я спросил, но вы не гордитесь. А вдруг все не так? Спасибо. Я просто для вас это сказал. Потому что когда человек так думает, он может ошибаться. Но Бог может показать. Будьте осторожны. Итак, смотрите. Вот чтобы такие отношения были, нужно полюбить святость в своей жизни. Святость дает сразу верность. Сразу же. Теперь вы скажете, я полюбью святость, но истин не полюбим. Через полень дерева сначала что происходит? Сначала вы меняете отношение к нему. Он раньше был свиньей для вас, потому что вы жили в страсти. Люди в страсти, как они живут? Они будут, вот давайте протестировать свое сердце. Вот смотрите. Благости вы, страсти или невежести? Закрываем глазки. Закрываем глазки. Вспоминаем своего близкого человека, дорогого. Вспоминаем. Если не вспоминается, вы в невежественное отношение строите. У вас нет отношений. Дальше. Если вы вспомнили обиду про него, тяжело, как что-то тяжелое. Значит, в страсти с ним отношения строят. Нет отношений. Нормально. А если вы чистую, светлую память вспомнили о нем, значит, вы благости. Поняли, да? О чем я сейчас сказал. Вот если вы духовной практикой начали уже заниматься, то у вас постепенно муж и женой сидят, да? Ты что вспомнил? Не про контролируйте сердце человека. Невозможно. Он вас обманил? Скажет, вспомнил чистую, светлую память. Это сердце же не чистым не сделаешь. Оно вот такое. Оно очень глубокое. И оно не любит фальши. Почему вопрос-то был задан? Потому что вы не верите в это отношение. Ступили, не спросили бы. Ну, задумайте, смотрите. Итак, сначала у тебя в сердце появляется желание очистить отношения вот с этим человеком. Ты чувствуешь, что у него есть недостатки, он неправильно живет, его наплевать на самосовершенствование, по факту часто так бывает. Ну, почему я-то его не люблю? А потому что я любить не умею. Ну, вот почему. Не потому что он плохой и хороший. Мы же собачку любим, она в тысячу раз хуже человека. Но мы ее любим, потому что она нам верность показывает своей. Ну, чувствуете, да? Как мы сильно привязаны просто к тому, чтобы нам что-то делали хорошее. И мы готовим кого угодно любить, даже собачку. А пристой человека не люблю, потому что он хороший, ничего для меня не делает. Но любить-то надо просто так в своем сердце. Просто так. А у нас нет возможности просто так любить, потому что не заложено это внутри. Это закладывается только отношением со святым человеком. В святости есть любовь просто так. А у человека в сердце нет. Материнская любовь тоже не просто так, моя хорошая. С кем разговариваю? С вами. Объясняю. Первое, что вы должны понять. Это не ваша материнская любовь. Это дано вам Богом. Это не ваша заслуга. Первое, дано вам Богом. Второе, она не бескорыстная. Если бы она была бескорыстной, вы так же любили сильно чужого ребенка. Вы его не любите так же сильно. Означает, что вы не любите детей. Вы любите только одного ребенка и только по одной причине. Что из его сердца каждую секунду жизни в ваше сердце идет такая мощная доза счастья, что вам и не снилось. Понятно, да? И поэтому вы его любите, что он наслаждает ваше сердце. Хотите, я вам это докажу? Почему люди любят детей? Сейчас докажу. Смотрите. Маленький ребенок. У него плохая карма, изнутри вообще не выходит. Но встать он очень чистым, как душа. Если хотите понять пример, что такое душа, посмотрите на маленького ребенка. Он чистый, светлый. Особенно для родителей. Он ничего плохого не делает. Он просто верит в вас. И вы чувствуете счастье в этом. Все? Вы его целуете в Богу. Почему? Потому что когда вы поцелали в Богу маленького ребенка, вы испытываете счастье в этом. Теперь я вам хочу задать вопрос. А вот смотрите, вот этот маленький ребенок, когда он становится бабушкой, чем-то отличается, нет? По факту нет, да? Но бабушку никто в Богу не церует. Даже если сильно любит меня. Знаете почему? Потому что от нее тяжелая карма идет. От ребенка не идет тяжелая карма, не целует поп. А от бабушки идет тяжелая карма, а от ребенка не целует. Хотя это тот же сам ребенок. Допустим, у бабушки есть уже ребенок-бабушка. Она не уже оба старенькие. Но она, мама, ее в поку не целует, свою бабушку ребенка. Потому что идет плохая карма к ней уже. Все. А? Что, кто мне со мной хочет поспорить? Видите, как эгоистически настроена мать? Она просто наслаждает своим ребенком, и все. Но это наслаждение имеет интересную природу. И наслаждение матери, оно какую природу имеет? Очень благородную. Очень благородную. Поэтому материнская любовь самая благородная из всех видов любви. Но она не бескорыстная. А ведь есть бескорыстная любовь еще. Вот, допустим, отношения между наставником и учеником, они выше, чем отношения между матерью и ребенком. И так как они выше, там больше чистоты любви настоящей. Вы даже не представляете, если у вас нет таких отношений, сколько там любви. Вы даже не представляете. А отношения между святым человеком и Богом миллиарды раз выше. Миллиарды раз выше. И даже отношения между святым человеком и вами, если у вас с ним есть отношения, у него к вам любви в тысячи раз больше, чем вы можете даже себе представить. Потому что он может любить. Человек может любить, когда он отношения с Богом строит. У нас любви только корыст внутри. Мы не можем любить. Но человек, который святость в стройке отношений к Богу, может любить. У него много людей. Он скажет, не верь, не верь, не верь. Хорошо? Ваши проблемы. Я вам рассказываю свой опыт. У меня есть тёпл в таких отношениях. Итак, видите, цель человеческой жизни – это найти тот вкус, вкус высокой любви чистой, который меня привяжет к чистой жизни. Когда человек получает этот вкус от другого человека, более возвышенного, то в этот момент сердце его раскрывается в чистой жизни. Когда сердце или разум, по-другому сказать, раскрывается в чистой жизни, то спасение, несомненно, находится в нашей судьбе. Потому что так как мы сами себя не можем вырвать из лап страсти, как вопрос не задан, мы правильно не можем. Потому что мы сами себя здесь и держим. Чем? Своими интересами. Понимаете? Веда объясняет, что единственное, в чем не стремится человек в этом мире, это к вкусу. И вкус не означает в данном случае ням-ням, а вкус означает. Раса. То есть слово «раса» на санскрите тоже переводится как «вкус», но оно более широкого значения. Вкус означает вот эта чистая любовь. Чистая любовь. Вот, допустим, молодой человек испытывает вкус любви к девушке, да? Это раса, называется раса. Но это любовь не чистая. Она сперенена эгоизмом. Понимаете? Есть более чистая любовь. Она находится в страсти, какая любовь. Допустим, помните, я вам пел «Серебряные свадьбы», «Душевный разговор». Тоже любовь между мужчиной и женщиной, но она уже благостная. А есть еще духовная любовь. Это любовь между наставником и учеником. Она в тысячи раз слаще. Потому что она абсолютно бескорыстная. Так вот, знаете, когда человек получает хотя бы капельку чистой любви, вот это раса, чистого вкуса в отношении, у него этот вкус забирает его желание и страсти. Вот смотрите, мы очень сильно привязаны к машине. Я не смогу без машины, Регина Ильич, не смогу. Никто не говорит, что надо ее бросать. Не надо лушить вкусы. Некоторые люди думают, я сейчас возню, все побросаю, и я стану счастливым. Нет, ты все побросаешь, тебя туда же и потянет. Нет, потому что там твои вкусы находятся. Твои вкусы находятся в казино, твои вкусы находятся в этом боевике, мертвые не потеют. Твои вкусы находятся в сексе с чужой женой, твои вкусы находятся в поедании чужого несчастного тела, убитого насильно. Таковы твои вкусы. Ничего страшного, все нормально. Нет никаких проблем. Нет никаких проблем. Если ты хочешь получить в своей жизни более высокий вкус, все, твоя жизнь уже удалась. Самое главное, ведь ничего не надо делать. Надо просто читать о жизни святых людей. Это очень сладкая деятельность, поверьте мне. Но только надо это делать вместе с кем-то, потому что если вы дома одни попробуете почитать о жизни святых людей, а невидимая сила перетянет вас к телевизору, вы подойдете к нему, вы будете так... Попал. Потому что эта сила влечет вас к другому вкусу. И поэтому человек не может сам себя переклинуть к другому вкусу. Смотрите, страсть это оковы. Это оковы. Нас тянет больше зарплаты, тянет больше работ, мы упахиваемся больше, мы забываем о близких людей. Страстные люди не могут долго сохранять семью, беды, говорят. Почему? Потому что так, как они живут для себя, закончилось наслаждение друг другом. Что дальше? Вот и расстались навсегда. Вот и расстались. Да? Все, дальше просто разлуга. Почему? Потому что кончилась... Вот кончилась эта возможность быть вместе. У страстных людей они кончают. Интересно мне люди говорили, я плачу, но ухожу от жены. Плачу, потому что дети остаются, жена остается одна. Я плачу, но ухожу. Почему он уходит? Почему? Потому что ему хочется наслаждаться низшим вкусом. Ему хочется опять вот этого секса, ему хочется опять новых наслаждений женщины. Он уходит от жены, бросает близких людей. Плачет, но он уходит. Почему? Потому что ему хочется сладкого вкуса, недозволенного секса. Он привязывает это и разли к этому вкусу. Понимаете? Его цель жизни вот эта жизнь. И закономерно в его браке уже заложен развод. Почему? Потому что его брак предназначен был не для того, чтобы вместе идти к Богу. Он был предназначен для того, чтобы наслаждаться этой жизнью вместе. А это наслаждение всегда заканчивается. Веды говорят, все вкусы в этом мире, кроме духовного, тают. Мед, какой бы вкусным ни был, надоедает. Женщина, какая сладкая бы не была, надоедает. Мужчина, какой бы классный ни был, надоедает. Работа, какая классная бы не была, надоедает. Все в материальном мире надоедает. Квартира, какая бы классная ни была, надоедает. Поэтому, как действует этот мир? Страсть, как действует? Она нам предлагает то же самое, только в другой обертке. Хорошо. Эта квартира надоела, вот тебе побольше. Пошли, как и к шагу. Тебе вот эта машина надоела, вот тебе побычу, пошли, как и шаг. Женщина вот эта надоела, бросай, иди со слезами на глазах из семьи, пошли, как и шаг над своим сердцем, для того, чтобы жить опять в новой семье. И мучайся от того, что ты все бросил. Понимаете, люди страсти, а им надо все менять постоянно. Почему? Потому что нет высшего вкуса в сердце, нет стабильности. Надо шило менять на мой. По факту, какая разница, эта квартира или там. Все равно любви-то нет, не там, не там. Человек просто вот этим нежним веском привязался к уму. У него нет любвиных пониманий счастья. Поэтому в предметах есть энергия любви или нет? В холодильнике есть, есть тоже. В машине красивой есть энергия любви. И она такая ничтожная. Люди ради этой ничтожной энергии любви всю жизнь свою кладут. Представьте, в верных отношениях это насколько больше любви. Насколько больше любви в духовном наставнике. Мы к этому не стремимся, потому что мы обмануты культурой, в которой мы находимся. Нас лучше другому. Телевизор, исследовательский массовый информаций, книги. Смотрите, большинство книг написано про вот эти отношения просто. Наслаждение и поубежание. Очень мало книг, которые говорят о том, как привязаться к наставнику. И даже лекция о самосовершенствовании. Походите на разные лекции по самосовершенствованию. Вы увидите, в основном вас там будут учить чему? Быть успешными в жизни. Успешными означает больше денег, больше положения в обществе, шире квартира, больше машины. Лучше тёмка. Всё. Всё это внешние вещи наслажды. Итак, видим задачу. Мы уже пришли к самому главному. Мы уже с вами не зря просидели здесь три дня. Сейчас вы узнаете суть всех священных писаний. Суть заключается в том, что вкус любви тянет человека за собой. Он меняет его судьбу сам. Потому что когда человек более высокий вкус любви почувствовал, ему уже всё более низко и неинтересно самому. Люди сами отказываются легко от спиртного, когда знание о вкусе любви усиливается в сердце на такой степени, что спиртное становится ненужным. Поэтому не нужно париться по поводу того, пьёшь, то и не пьёшь. Ешь мясо или не ешь. И нужно об этом думать вообще. О чём нужно думать? Я хочу чистой жизни. Я хочу чистой жизни. Я хочу служиться и здоровому человеку. Я хочу быть таким же, как он. Вот об этом надо думать. Я хочу изучать священное писание. Я не могу сам это сделать, потому что меня сховала моя жизнь. Я прихожу домой, я всё забываю. Я иду от лекции, из лекции Венега Геннадьевича. Здесь я всё знаю. Я прихожу домой. Всё, как было раньше. Опять та же жизнь, какая была. Здесь я хочу новой жизни. Туда прихожу домой. Моё предложение вам. Ищите общество репидеи. Ищите те места, где все хотят менять свою жизнь. Таких мест мало на земле, но есть. В Днепропетровске есть такие места. И здесь есть. Бог позаботился о нас. Дает возможность иметь храмы, иметь клубы духовного общения и так далее. Места, где люди собираются для того, чтобы поменять свою судьбу. Они ищут более сладкий вкус. Но не ходите туда, где всех критикуют. Туда не ходите. Это плохо, это плохо. Не та вера, не та вера. Это правильное. Туда не ходите. Это не те люди. Ходите туда, где думают, говорят о сладком, о чистом, о светлом. Где молятся все вместе. Где развивают духовное общение. Туда ходите. Я сейчас не критикую какую-то конкретную веру. В рамках одной веры есть разное общение. Ищите ли людей. Вороны могут с белыми крошками ходить. Но как определить вороны, определить? Когда вы заходите в храм, и там карты начинают пугаться на всех. Значит, там вороны. В храм заходите. Вот я в Донецке, по Донецку был в православном храме святого Засимы. Там нет вороны. Я увидел там лебедей. Я увидел там чистых, светлых людей. Чистого, светлого, святого человека. Это для тех православных, которые сюда пришли на речь. Ну так, чтобы вы знали, что везде есть, понимаете? И только в моей вере. Я знаю, что есть православие. Я вот, когда в Уфе останавливался, останавливался в квартире мусульманки одной. На кольпом и лекции. Она испытывает огромное счастье в духовной жизни. Она чищет сладкий вкус. Итак, вкус берется чистых людей и от чистых отношений. Человек сам в своей жизни не может получить его, потому что мешает привязанности. Вы, говорите, Олег Геннадьевич, нет времени духовной практикой заниматься. Поднимите руку, кто вот честно, от сердца так считает. Спасибо вам большое. Вы единственный честный человек во всем зале. Потому что у всех остальных тоже нет времени заниматься в духовной практике. Они просто не об этом не признались. Хорошо, я вам кое-что сейчас объясню всем очень важную вещь. Запомните ее. Вот смотрите, если молодой человек влюбился, да, сильно уплудился. И у него весь день не расписан полностью. Ни копейки времени нет. Вот все расписано полностью, да? Он пойдет на свидание или нет? Пойдет. Точно или все-таки не пойдет? Кто считает, что не пойдет? А? Побежит, а не пойдет. Правильно. Значит, тогда только есть причина, почему мы не читаем молитвы по утрам. Почему мы не читаем духовные книги? Почему мы не изучаем жизнь святых людей? И почему мы не думаем о святости? Причина заключается в том, что у нас нет к этому вкуса. И поэтому человек должен искать этого вкуса. Понимаете? Это не механическая вещь искать. Надо заставить себя идти туда, где там люди собираются и ищут сладкий вкус духовной жизни. Понимаете? Вы скажете, ну я не понимаю никаких людей верующих. Хорошо, не понимаете верующих. Ищите просто людей, которые стремятся к тому, чтобы развиваться. Найдите на своем уровне. На своем уровне. Не обязательно там какой-то высокий уровень. Я, знаете, я тоже кого-то не понимаю. Если я, допустим, приду в какой-то там ведический монастык такой крутой там, но они там вообще просто на таком высоком уровне, я, может, вообще не понимаю этого. И я так жить не смогу, как они. Вот у меня есть один знакомый, он молится в день, знаете сколько? Он, у него есть дни, есть такие дни икадыши, когда человек должен проститься. Ну, то есть, эка означает один, даша означает десять. Это одиннадцатый день восходящей, несходящей луны. Эти дни, как бы, карма скучается у людей, и в политической культуре люди молятся в этих дни. В разуме есть. И мой этот знакомый в этот день молится двадцать два часа. Двадцать два часа. Я в своей жизни самый большой умолился восемь часов попято. Мне было достаточно. Мне было совсем больше. Двадцать два часа нормально, да? Мы не можем иментировать. Когда человек столько молится, значит, он испытывает непрерывный вкус, сладкий вкус отношений со святостью. И этот сладкий вкус распространяется по всем веточкам от него, во всех направлениях. Он это знает. И поэтому он не считает, что он зря теряет время. Верные говорят, когда человек достигает полной святости, его сердце освобождается от всей кармы, и он уходит в духовный мир, где нет страданий. Он освобождает от страданий, верные говорят, это свидетельство. Двенадцать поколений до себя и двенадцать поколений после. Вот эти вот веточки расходятся. Для тех, кто после, он становится ангелом-хранителем. Он становится человеком, который защищен от беды, неправильной жизни. и неправильной жизни. Вот на втором ряду девушка, вот с длинными малосами святыми, да. У вас есть такой родный хранитель? Да, у вас, да. У вас, сейчас скажу, по какой линии. По материнской линии у вас, длин, очень верующий человек в роду. Вы не знаете, я знаю. где-то через три поколения. Я вам сейчас это докажу очень, очень легко докажу. Вы чувствуете в своем сердце, что вы защищены чем-то в жизни. Чувствуете, да? Видите, не все так чувствуют, а вы чувствуете. Вот это вы защищены этой святостью. Понятно? А есть люди, которые вы защищены. Даже песня есть такая. Там живут несчастные люди-дикари, но это все ужасные, добрые внутри. Рекодин не ровнится, не растет как мысль, плачет, но умолится, не жалеет звезды. На самом деле, вот последняя фраза, она очень важна. Если бы они плакали, Богу молились, не жалея слез, они не были бы несчастными. Потому что человек с тем не без понимания вопросов. Когда человек Богу молится в слезах весь, это значит, что он уже всего в своей жизни достиг. Ему больше ничего не надо. Он испытывает такое счастье, которое нам даже не снилось. Не может присниться на такое счастье. Понятно, да, система? То есть, человек даже, когда имеет человека, который молится в своей жизни, он становится защитником даже будущих поколений. Поэтому нет никаких обязанностей у такого человека. Он уже самое главное выполняет. Вот на третьем ряду вот от меня раз, два, три от женщины. Да, вы повернулись к ней, да, и вы к ней вдвоем. Вот она на меня смотрит, вы вдвоем к ней повернулись. Да, вы к ней повернулись. Да, вот вы к ней повернулись. Сейчас это вы. Да, вы, да, вы, да. У вас есть тоже такой защитник. Панцовская линия. Вы знаете его? Очень верующий человек. Вы знаете, что вы в жизни чувствуете защиту от кого-то? Она проявляется в виде веры. Вас вера преследует в жизни. Вы чувствуете, что Бог есть. Вас к свету его тянет. Вот это личность.